Это программа День с Толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. В городах и районах края стартует отобеденный сезон. Куда тепло уже пришло и что делать, если в вашей квартире еще холодно? Поможем всем миром. Неравнодушные барнаульцы помогают собрать деньги на лечение Маруси Яценко. В Крыловой столице в третий раз прошел турнир, посвященный президенту клуба «Патриот» Виталию Крючкову. Как поддерживают память о детском футбольном тренере. Двое водителей погибли, еще одного госпитализировали. Этой ночью на трассе в Калманском районе столкнулись три автомобиля. Предварительно известно, что 69-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей», двигаясь со стороны Барнаула в направлении Алейска, выехал навстречу и столкнулся с автомобилями «Тойота Виста» и «Форд», которые ехали во встречном направлении. Комментаторы в социальных сетях отмечают, что шокированы тем, как выглядит авто после аварии. В результате столкновения до приездов медиков на месте скончались 69-летний водитель «Хонды» и 23-летний парень, управлявший «Тойотой». Третий водитель госпитализирован в городскую больницу номер один с травмами различной степени тяжести. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники госавтоинспекции. В Бийске и Рубцовске сегодня стартовал отопительный сезон. Однако, если в Рубцовске запускают тепло в многоквартирный фонд, жителям Наукограда повезло меньше, пока трубы стали горячими только в детских садах и некоторых школах. Для многоквартирных домов сезон начнется только со 2 октября. А в Крыговой столице отопительный сезон начался еще 21 сентября. Теплом обеспечили уже более сотни детсадов, 50 школ, 40 учреждений здравоохранения и 500 жилых домов. Подключение последних идет в соответствии с поступившими заявками. По данным СГК, для подключения тепла во всем городе понадобится около недели. Еще неделя уйдет на регулировку системы и выход на нормативные параметры. На некоторых участках теплосетей города завершают капремонт, но на запуск тепла это не повлияет, заверяют в компании. Поэтому, если в вашем доме холодно, вы можете обратиться в диспетчерскую администрацию района. Их телефоны вы сейчас видите на экране. А в масштабе Алтайского края паспорта готовности к отопительному сезону получили 8 муниципальных образований. Это Новоалтайск, Затосибирский, Краснощоковский, Мамонтовский, Петропавловский, Суецкий, Тольменский и Троицкий районы. По словам временно исполняющего обязанности министра строительства из ЖКХ края Ивана Гелева, во всех этих территориях сформирован запас угля, а объекты коммунальной инфраструктуры прошли модернизацию. Также он подчеркнул, что ведомство стремится сократить срок прохождения районами проверки и получения паспорта, чтобы гарантировать спокойный отопительный сезон. Грозился перерезать трубы. Так характеризует предпринимателя Константина Лешкевича жители частного сектора у парка «Юбилейный». Около 10 лет назад его компания доделала канал для подачи голубого топлива в этой местности. С приходом бесплатной газификации бизнесмен начал требовать с подключившихся семей около 100 тысяч рублей. Законно ли это, разбирался Данил Кузнецов. Газ в семье Гордеевой и Натальи ждали долгих 10 лет. Именно в 2013 году 4-й мирный проезд должны были подключить к голубому топливу. Тогда более 20 человек внесли по 45 тысяч рублей. Однако организация работу не доделала. Поэтому нашелся другой подрядчик. Администрация Ленинского района привела ООО «Транстрой» гражданин Лешкевич, там директор, учредители и все в одном лице. И говорит, ваши трубы газовые будут теперь доделывать «Транстрой». Возьмет всех, кто сдавал деньги уже предыдущей компании. Никто не будет платить, всех подключит. Трубы действительно доделали, говорят жильцы. Однако подключать их бесплатно никто не собирался. С каждой квартиры затребовали от 120 тысяч рублей, вспоминает Наталья. На эти условия, рассказывают люди, согласились пара семей. Снова об этих трубах вспомнили в прошлом году, когда объявили программу бесплатной дегазификации. Тогда семья Натальи быстро подключилась к общей сети через компанию «Сипгаз». Однако вскоре ей пришел иск от компании «Сиптехпром», руководит которой, как и «Транстрой» Лешкевич. Семью Натальи обвинили в незаконном подключении к газу. Подключение к частной сети свидетельствует о сбережении Гордеевым СВ денежных средств на строительство газопровода и о возникновении на его стороне неосновательного обогащения за счет собственника. Сумма требований в иске около 90 тысяч рублей. Этот комментарий юристы «Сиптехпрома» направляли около недели назад для сайта «Толка». Наша редакция обратилась за новым и уже ожидает ответа. «Нам необходимо получить официально от вас запрос с уточнением того, какие действия вы хотели бы с нашей стороны видеть, то есть комментарий вам нужен, в каком виде, как, в связи с чем». «Звонят мужу, говорят, сейчас прибегал Лешкевич, там пена изо рта практически шла, говорит, вы почему их подключили к газу, пусть они сначала мне заплатят. Или я сейчас поеду и обрежу их трубы». Ответ на эту претензию мы направили, нам юрист написала, мы отправили. То есть там указано, что третьих лиц в договоре нету, поэтому мы не должны ничего платить. Правило подключения к газовым сетям не содержит положения возмездности предоставления собственника сетей. Отсутствие положительного ответа от основного абонента не приостанавливает рассмотрение заявки заявителя и не является обоснованием для отказа в заключении договора о подключении. Последствиями действий Лешкевича КАВ и его сотрудников является подрыв общественного мнения о исполнении поставленных президентом задач в части бесплатной газификации. Выходит, что подключить жильцов должны вне зависимости от мнения частника. Поэтому семьи уже делают проекты. Некоторые из них обратились в компанию Лешкевича. Константин Лешкевич не в первый раз попадает под прицел региональных СМИ. Ранее его фирма заключила договор о долевом строительстве газовой магистрали в Бийске на сумму свыше 4 миллионов рублей. После чего компания отдала право собственности на газораспределительную систему на компанию СИПТЕХПРОМ. Поэтому суды для бизнесмена дело привычное. Однако семью Гордеевых это не пугает. По словам Наталии, они не сдадутся и докажут свое право на бесплатный газ. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В Красногорском районе сегодня задержали группу вооруженных лиц, оказывавших сопротивление. Однако переживать не стоит. В Алтайском крае прошли масштабные антитеррористические учения. По легенде, сегодня утром около села Тайна Красногорского района произошло столкновение полицейских и вооруженных лиц. Последние оказали сопротивление и попытались скрыться. Чрезвычайная ситуация привела на усиленный режим работы все оперативные службы региона. Оперштаб задержал двух золовымышленников, установил местоположение еще нескольких и задержал их в лесу. В антитеррористических учениях участвовали сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, УФСИН, ФСО, краевые и муниципальные органы власти. Неравнодушные барнаульцы вновь сплочаются для помощи детям. В эти выходные в парке «Изумрудный» прошел концерт, в рамках которого проходил сбор средств для лечения Маруси Иценко. У пятилетней девочки спинальная мышечная атрофия. Это страшное заболевание, для лечения которого нужны большие средства. Валентина Аскерова познакомилась с барнаульцами, которые не могут пройти мимо чужой беды. Благотворительный концерт в парке «Изумрудный» – очередное признание в любви к маленькой жительнице барнаула Маруси Иценко. И очередная возможность помочь девочке. У Маруси редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Для выздоровления требуется самый дорогой укол в мире – Золгин СМА. Его стоимость – 165 миллионов рублей. Больше половины удалось собрать. Осталось еще 70. Со сбором помогают волонтеры и просто неравнодушные люди. На благотворительном концерте разыгрывали сертификаты, билеты на концерты и многое другое. Все вырученные средства пойдут на лечение малышки. Если люди обращаются, наверное, они не могут, понимают, что если ребенок в таком состоянии, что его можно потерять, они не могут сами это все осуществить. Но всем миром мы же всегда это могли сделать. Поэтому деньги небольшие, а участие многих даст какую-то существенную сумму и помощь. И артист, и организатор. Житель Барнаула Антон Форунин уже второй месяц подряд организовывает благотворительный концерт для Маруси и Ценка. Впервые удалось собрать свыше 100 тысяч рублей. В этот раз рассчитывают на большую сумму. Сегодня на этой площадке выступают лучшие из лучших коллективов. Это ребята с большим добрым сердцем, которые сразу после моего звонка отозвались беспрекословно поучаствовать в замечательном мероприятии. И главное, что напротив сцены сидит этот ребенок Маруси и Ценка, для которой, собственно говоря, весь этот праздник, она смотрит, улыбается. А это самое-самое важное. Пока идет сбор на дорогостоящий укол, Маруси 12-й раз ставят другой препарат спинразу. Девочка переносит его непросто. Он вводится в посвоночник путем лимбальной пункции, поэтому сейчас у нее болит спина. Такое бывает не всегда, не после каждого укола, но вот сейчас нас это беспокоит. Настроены мы. Нам раскисать нельзя, да, бывает дома там поплачешь в подушку и всякая рана. Конечно, не без этого, но у нас боевой настрой. Настрой боевой, несмотря на то, что времени мало. Укол нужно поставить до того, как вес малышки превысит 21 килограмм. Сейчас девочка весит 17 килограммов. Любой из нас может приблизить выздоровление Маруси. Реквизиты для помощи на ваших экранах. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Пошелтевшие опавшие листья, дожди, люди в теплых пальто и с зонтиками в руках. Такую картину можно сейчас наблюдать в Барнауле. В осеннюю погоду хочется остаться дома, укутаться в плед и бесконечно пить горячий шоколад. Но работу, обязательные дела никто не отменял. Как наслаждаться жизнью и где черпать вдохновение, когда за окном непогода, об этом мы спросили жителей краевой столицы. Как справиться с осенней хандрой? Сейчас все-таки непогода, хочется сидеть дома. Как заставить себя выйти на улицу и наслаждаться жизнью в это время года? Не знаю, сходите на танцы. Танцами можно танцевать под дождем. Прекрасно поднимает настроение, закаляет. Выпить вкусный кольцо и нужда все-таки выйти на работу, заставить выйти из дома все равно. А вы как справляетесь с хандрой? Даже, может быть, не осеннее, а вообще, в принципе, когда грустите, что делаете? Песни поем. Читать побольше книг, петь им грамматических. Я читаю Пушкина, очень хорошая литература. Как же гулять? Не знаю, лично мне нравится подобная погода. У меня никогда не было осенних хандры. Не знаю, больше общаться с друзьями, наверное. Улыбаться чаще, гулять больше. А фильм какой-нибудь посоветуйте? Фильм посмотреть «Любовь и голубь». Там можно смеяться, смеяться и смеяться. Так и… А смех, он поднимает настроение. Что можно посмотреть у вас с семьей? Барби. Барби. Барби, да. Барри Поттера. А сериальчик какой? Сериал. Есть сериал «Н с двумя Н». Очень такой красивый. Тоже немножечко, можно сказать, депрессию всякую назад откидывает. Очень интересный. Вообще, лучше просто сходить к психологу. И все будет хорошо. Хандры осени не бывают. Так красиво такие, листья хорошие. Вы что? Дождь обожаю, страшно. А что зрителям посоветуете? А зрителям? Ну, пусть душа обретет покой. И радуйтесь жизни каждому дню. Ну, а осень – это все-таки здорово. Бийский стрелок из пневматического оружия Сергей Каменский стал серебряным призером всероссийских соревнований. Турнир проходил на стрельбище «Лисья нора» в Московской области. Стрелки разыгрывали награды в олимпийском упражнении стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В наш землях Сергей Каменский из Бийска, попавший в восьмерку сильнейших на квалификации, в финале долго настраивался и последними тремя выстрелами переместился с четвертого места на второе. Это позволило ему выйти в золотой медаль матч. Там все свои выстрелы Бийчанин сделал в десятку, но качество десяток его соперника Александра Дрягина из Москвы оказалось выше, хотя и сам Каменский в финале был очень метким. Достаточно сказать, что первым выстрелом в золотом медаль матча Каменский попал в 10,7, но «Москвич» выстрелил еще точнее – 10,8. С теплыми воспоминаниями и спортивным интересом в Барнауле состоялся третий футбольный турнир памяти президента клуба «Патриот» Виталия Крючкова. Три года назад спортивный мир потерял энергичного, душевного и любящего свою работу тренера. Благодаря чему живет этот турнир и каковы его итоги, расскажет Дмитрий Дроздов. На улице 10 градусов, моросит дождь и, мягко говоря, прохладно. Но все это не мешает юным футболистам выяснять отношения на зеленом газоне. На третьем турнире памяти Виталия Крючкова, человека, который в свое время ради клуба продал машину и разменял большую квартиру на однушку, собрались восемь футбольных коллективов. Два из них гости из Новосибирска и Междуреченска. В первом матче «Патриот» встречался с «Динамо». Белоголубые новички этого турнира. Приняли участие, потому что Виталия я сам знал лично и знал, как он развивает футбол, как он относился к нему, как он любил детей. Очень хороший человек был и рад, что ему посвятили такой турнир. Рвались к победе номинальные хозяева турнира. Футбольный клуб «Патриот». Выиграв все матчи в группе по завету тренера, парни вышли в финал. В золотом матче их ожидал коллектив из Новосибирска с холодным названием «Север». «Занять призовые места – это, конечно же, желательно, там первое, второе, третье. Вот. Но лично я, лично я выхожу на все игры настроенным, хочу, чтобы мы заняли первое место. Все буду делать, прям все буду делать. Игра жестко, ставить корпус, чтобы мы заняли первое место». Однако, как говорится, родные стены не помогли. Банда из Новосибирска взяла игру под свой контроль и не отпускала Барнаульца вперед. Как итог, «Север» разгромил хозяев турнира 4-0. По словам организаторов турнира, что бы ни случалось, с какими бы сложностями не сталкивался клуб, турнир памяти Виталия Крючкова будет жить, пока существует «Патриот». «В первую очередь это для меня очень важно. Это душа его. Мне кажется, он всегда с нами. Это дань всем его трудам, которые он вложил в детей, во всех нас в целом. Все традиции, все ценности, которые он прививал всем абсолютно. Начиная от детей и заканчивая сотрудниками. Поэтому я считаю, что это так должно быть». Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok